Россия создала в Арктике уникальный экологический центр по переработке радиоактивных отходов. Подробности масштабного проекта. Сегодня рассказал Владимир Пойсин, директор Курчатовского института Михаил Ковальчук. Встреча в Кремле была приурочена к пятилетию преобразования легендарного учреждения в научно-исследовательский центр. Хотелось бы поговорить с вами о том, что это дало нашему известному, уже заслуженному учреждению и коллективу, что удалось, по вашему мнению, добиться, в том числе используя новую форму, и что вы считаете наиболее перспективным и интересным в ближайшее время. Вы разложили что-то, что хотели мне продемонстрировать? Я, наверное, с этого начинал. Владимир Владимирович, вы знаете, раньше институт назывался институт атомной энергии, и поэтому атомные технологии, ядерные технологии являются нашим, так сказать, базовым делом. Хотел бы остановиться на нескольких новых важных моментах. Вот на этой картине очень хорошо видно, это Арктик, это Заполярный круг недалеко от Мурманска. За последние годы вот эта вот зона огромная была превращена в уникальный центр по утилизации, обработке и хранению радиоактивных отходов. Вот здесь выстроен комплекс целый, который перерабатывает твёрдые отходы. То есть всё, что было когда-то заражено радиацией, полностью перерабатывается, и фактически в Арктике создан центр такой мощный, экологический. Сколько здесь людей работает? Ну, здесь всё работает, я думаю, что в результате здесь будут, наверное, работать сотни людей. Михаил Ковальчук сообщил, что арктический комплекс уже передан в эксплуатацию Росатому. Кроме того, зашла речь о работах по термоядерному синтезу. Директор Курчатовского института попросил главу государства перевести их на новый уровень. Для этого необходима нацпрограмма. Она позволит развивать перспективные энергетические технологии.